Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор крутых покупочек на Алиэкспресс. Ну и начнем давайте с того, что наконец-то пришел ко мне матовый топ. Вот так выглядит флакончик. Я буду здесь с ценами делать вам вставочки, все увидите, посмотрите, сколько стоит и так далее. Ну, выглядит как прозрачный гель, кстати, довольно густой, гуще, чем обычный топ. Я обязательно протестирую и покажу вам тоже, как выглядит на ноготочках. Девчонки, сейчас буду носить матовый топ, посмотрим, что из этого выйдет. Вот так выглядит мой ноготь до, и вот так, девчонки, выглядит он после. Он абсолютно матовый, это круто, это вообще круто, он и на ощупь матовый. Вот вам для сравнения, да? Вообще супер, просто смотрится шикарно, мне очень нравится. Топ реально крутой, и он работает. И высох, кстати, очень быстро, секунд за 20. Советую. А дальше бижутерия. Бижутерия, причем от которой я в диком восторге. Стоила она тоже копеечки. Смотрите, это браслет, который состоит из четырех браслетиков. Вот так выглядит один. Здесь черный такой камешек красивый. Вот эти вот штучки двигаются. Второй тоже золотой с черным камешком, уже блестящим, если здесь он матовый. Так, третий полностью вот такой вот. Стой с золотой, с бусинками. И четвертый тоже очень-очень красивый. Вот такой вот, с камешками, видите, как под гранит. Вот эти штучки регулируются все. Хотите дальше отодвинуть, хотите ближе. И я вам тоже сделаю вставочку, как он выглядит на руках. Замочки у всех классические, одинаковые, выполнены очень добротно. И можно регулировать по объему руки. То есть у меня вот на самую последнюю получается. И вот эта цепочка, она так висит, ну смотрится очень достойно. Я как и все четыре, так и по одному их уже носила. Ну здорово. Мне понравилось действительно за такую цену взять достойную такую бижутерию. Это вообще круто. Следующая покупочка, которую вы уже могли наблюдать в видео в моих, это вот такие вот серьги. Они, кстати, вот под этот браслетик очень хорошо подходят. Здесь у нас замочек гвоздика, силиконовая насадочка и вот такая вот штукенция, которая вставляется в ухо. Вот так они выглядят поближе. Они были разных цветов. Вы знаете, мне очень нравятся. Ну и пока вот с металлом, с этим ничего не случилось, нигде не подоблез. И самое вообще, что мне больше всего понравилось, это то, что у меня не чешутся уши. От любой абсолютно бижутерии у меня чешутся уши, жутко воспаляются и капец. На час, максимум на два я могу надеть и потом уши лечить неделю. Я уже таскаю эти сережки дней пять или шесть и ничего. С ушами все прекрасно. На ночь снимаю, в течение дня ношу. Первый раз в жизни у меня такой, скажем, приятный казус. Поэтому довольна, очень-очень довольна. И, возможно, закажу еще в красном цвете. Вторые сережечки, которые мне уже дошли, так выглядят они в пакетике были. Я их примеряла, но в носке еще не тестировала, будут от них счесаться уши или нет. Тогда расскажу вам потом в следующих видео, возможно. Вот так они выглядят. Камешки тоже были разных цветов на сайте. Вот такой замочек. То есть, смотрите, здесь еще белые камешки вверху, если вам видно. Ну, здорово они смотрятся. Я вам вставочку тоже сделаю, как они смотрятся на ушках. Вот так расстегивается. И защелкивается прям до щелчка. То есть, замочек хороший. Мне понравилось. Смотрятся они очень достойно и очень красиво. Надеюсь, от них тоже уши чесаться не будут. Выполнены просто замечательно. Рубли 60 они, по-моему, стоили. Это вообще сказка. Ну, где вы еще возьмете такой красоты бижутерию за 60 рублей? Довольно очень. Еще одна покупочка – это чехол. Мы заказывали силиконовый чехол на HONOR 7 PRO. Вот так он выглядит. Это у нас дорожка и звездное небо. Но, в принципе, лаконичное. Это для супруга. И что хочу сказать. Обычно силиконовые чехолчики, они приходят и внутри. Здесь такая бумажка, да, с рисунком. Здесь нет. Здесь все выбито, то ли нарисовано. То есть, внутри он литой. А вот тут вот такой вот как бы матовый, шероховатый. Матовость такая она чувствуется. Ну, наверное, я не знаю, выбито. Потому что даже вот елочки, они как-то выступают. Вот так он выглядит. Тоже были разные рисунки. И стоил он, по-моему, стоили 100 с небольшим рублей. Прекрасный чехол за такие деньги. Следующие две покупочки для кухни. Для облегчения жизни, так сказать, нашей на кухне. Понравилась мне вот эта штука. Где-то я ее увидела. Знаете, для чего она нужна? Чтобы крышка не плотно закрывалась на кастрюлях, сковородках и так далее. Вот так выглядит этот человечек. Он вешается. Я вам сейчас покажу. И второе приспособление. Вот вы что-то готовите. И крышку вам до конца закрывать не надо. А иногда, знаете, вот готовишь, что-то как будто кипит и выбрызгивается за краешки крышки. Хотя она вроде по размеру. Вот эта штука для кастрюли, для сковородок вообще на самом деле вещь. Смотрите, мы надеваем ее вот сюда. И опускаем крышку. Все. И у нас есть какое-то пространство, через которое выходит воздух, пар и так далее. Вообще штука удобная. Это, я так подозреваю, силикон, с которым ничего не будет на газу. В общем, я хотела такую штуку. Мне надо. Ну и в целом вещь довольно удобная, прикольная. Вот прям мне не хватало такой вещи на кухне, потому что иногда нужно, чтобы лишняя жидкость из сковороды уходила, когда вы что-то тушите или так далее. А через дырочку в крышке все равно она так не выходит. Поэтому удобная приспособа. Еще один продукт, который для кухни, потому что для смесителя в ванную он у меня не подошел. Это, девчонки, насадка на кран. Она накручивается под смеситель. На кухне подошел. Вкрутилась хорошо. И для чего я брала? Чтобы ребенку не подставлять какую-то табуретку в крану, не дотягиваться до него, помыть ручки. Вот эту штуку брала, потому что она поворачивается в разные стороны. Смотрите. Вот таким образом. В разные стороны она вертится. То есть, если в обычном положении у вас напор воды будет ровно, как и есть в кране, то когда вы сделаете вот так, то угол немножко изменится и уже будет ближе, так сказать. Вот. И еще здесь, оказывается, есть два режима. Это обычный. Тут, смотрите, внутри такая сеточка. Все довольно добротно выполнено. Здесь такая прокладочка. Она там у меня на кранике осталась. Два режима. Только в самом конце разобралась, на самом деле, когда я снимала, как они работают. Значит, обычный режим в таком положении. А потом мы отщелкиваем вниз. Вот. Отщелкнулась вот эта серебряную штучку. И у нас получается режим душа. То есть, таким образом можно помыть раковину. Включили режим душа. Раковину чем-то почистили. И чтобы ополоснуть, вот так вот крутите и ополаскиваете. Очень удобно. За 40 рублей. За 43, по-моему, мы ее заказали. Это потрясающая штука. Вот она обратно вот так защелкивается. Ну, в общем, супер. Я довольна вот этим вот вообще на 100%. Я бы еще ванну такую хотела. Но, не знаю, может, какие-то переходнички есть. Потому что там у меня не вкручивается, а накручивается снаружи. И здесь есть, в принципе, переходник. То есть, вот эта черная штука внутри, она выкручивается. Но вот этот размер великоват для моего смесителя в ванной. Поэтому надо что-то попробовать, поэкспериментировать. Может, какой-то переходничок найдется. Я очень довольна этой штукой. Вам советую тоже присмотреться. Вот так выглядит это приспособление. Оно, смотрите, сюда вкручивается. Ой, я теперь уже не откручу, наверное. И вращается вот так головка в разные стороны. То есть, допустим, у меня ребенок до раковины еще плохо достает. Струя сюда падает. А если вот так, смотрите. Обычный вариант, когда ее подбираешься без нее. И вот так. Вот так до сюда достает. Я только разобралась, как эти режимы меняются. Вот эта штучка опускается вниз и поднимается вверх, и меняются режимы. Смотрите. Вообще круто. Мне очень нравится. Ну, а на этом все. Вот такие покупочки у меня были с Алиэкспресс. Если вам видео понравилось и было полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok